Он, ну если хотите, может быть даже фундаментообразующий, почему? Потому что там деньги, потому что там экономика. Не будет нормальной экономики, но вы понимаете, несмотря на то, что она по солнечный город, вряд ли солнечными ваннами одними можно привлечь народ и можно попытаться соискать счастье. Мы будем в этом блоке говорить о том, какие проблемы есть у экономического развития в городе. Мы будем задаваться вопросами, эффективны ли финансы, корпоративные финансы, государственные финансы. Мы будем говорить о том, благоприятно ли территория Анапы для того, чтобы приходил сюда бизнес, вкладывал деньги и смог эти деньги приращивать в виде добавленной стоимости. Немаловажный аспект – это конкурентоспособность. Сейчас идут деления на группы, представители государственной власти присаживаются за этим столиком. Там у нас общественники и вот там вот представители бизнеса. Я пока не знаю, в какую группу войду. Я как активист-одиночка. Вы говорите о слабой стороне. Это сильнейшая сторона. А в чем она сильная? Стоп, стоп, стоп. У меня авторитарное право. Я забыл сказать про принципы. Есть человек с авторитарным правом, это я. Вот смотрите, как надлежит сделать. Вы сейчас просто погрязнете в дискуссиях и не сдвинетесь к результату. Вы должны на первом этапе выслушать всех. И вот человек выступающий должен сказать там сильную сторону. Я считаю то-то, то-то, то-то. И занести в список, да? Да, 20-30 позиций, 50, вписывайте. Ну, сильная сторона заключается, собственно, в развитии какого-то круглогодичного функционирования нашего города. Чтобы это не только летом приехать, это не человеческий. Не спорю, да. Я поэтому-то говорю. Да нет, почему? Просто по экономике сильная сторона. Долерант. Долерант. Экономика? Да, да, да. Мы перешли. Да вы давайте по экономике, да. Вот смотрите, человек заходил создать предприятие. Вот как в нашем случае, когда мы создавали, регистрировали наш фонд, Миньюсти, да, мы столкнулись с кучей проблем. Что касается здесь в анализе, значит, муниципальные вот эти образования, в том числе налоговые службы, они очень, скажем так, закрыты у нас. Даже попасть в налоговую, у нас практически... Это очень сложно. Нет, не везде. Не везде. Администрацию попасть сложно. Везде не пускают людей. А административный барьер? Да, административный барьер. В том числе даже чисто попасть к нужному тебе человеку. Ты не можешь. А это серьезный минус до экономической работы, в том числе. Можно сказать, тогда уже и коррупционную часть мы не можем сейчас формулировать, потому что нужны какие-то доказательства. Ну, это просто голосом. Но, как в целом, то есть составляющие... Сейчас идет бурное обсуждение в нашей группе. Я тоже там ставил свои слова, что у нас, как слабое звено в экономике, это многоэтажная застройка и плохо развит общественный транспорт. Появление инновационного потенциала. Насколько у вас... А, привлекательна ли эта территория для инноваций? Может, может ли ваш народ переварить инновационный продукт? Что сейчас есть инновационного, а чего нету? Вы же дрова, мы с отбикой, да? Дрова, без жилья, нету. Вот, инновации. Например, газ, у нас... У нас идет турецкий поток. Турецкий поток, да. У нас построено... Сейчас, у нас договор заключен буквально позавчера на Виноград. Нет, нет. Турецкий, друзья мои, турецкий поток, это вот как ни крути, но все-таки вряд ли это инновация. Да, вот это все. Перекачиваемся, перейдем. Инновации. Нет, я могу донать вам, наверное, нет. Инновации, смотрите. Давайте, перечисляем. Это, наверное, интернет-связь. У вас гостиничный сервис? Да. В гостиничном сервисе используются инновационные системы управления? Есть. У нас нет интернета в городе. Мы не позвоним. Здесь у нас идет обсуждение представителей бизнеса. Там под руководством Татьяны Завизион, председателя избиркома Анапского, идет обсуждение в группе служащих муниципальной власти. И там вот еще тоже обсуждают, тоже обсуждают эти вопросы представители муниципальной власти. Ну и там дальше еще сидит группа. В общем, все обсуждают. О чем документ, все объятнее-необъятное невозможно. Но так в общих чертах мы попытались выделить. Значит, по поводу человеческого капитала. Сильные стороны. Это естественный прирост населения. Значит, у нас муниципалитет, один из четырех муниципалитетов в крае, которые имеют естественный прирост населения. Но, с другой стороны, и слабая сторона, это миграционный прирост. Ну, как посмотреть слабая сторона, потому что, просто может, город не способен еще вместить то количество людей, которые сюда прибывают. А может, и неплохо, что люди прибывают со своим каким-то потенциалом, в том числе профессиональным. Но, также и слабая сторона, что все-таки, по большей части, прибывают пенсионеры. Хотелось бы, конечно, и чтобы это была молодежь. Пока что вот сильные, слабые стороны такие. Значит, еще одна сильная сторона. Условия для развития культурного, оздоровительного и спортивного направления имеются у нас в муниципальном образовании. Ну, как имеются? Тоже в определенном количестве. Все относительно. Если относительно других муниципалитетов, да, у нас благоприятный климат. Но, если смотреть от нас от жителей и от пребывающих, конечно, очень много чего не хватает. Также это сильная слабая сторона. Как я уже сказала, прирост есть профессионального потенциала. Ну, в недостаточной степени, все-таки, у нас врачи, учителя, то, что необходимо в первую очередь. И поскольку люди пребывают самые разнообразные, имея свои какие-то творческие способности и так далее, им негде их проявить. Значит, отсутствие рабочих мест и мест для самореализации человека, даже если не получать за это деньги, а получать какое-то удовольствие, то людям не хватает вот таких мест. Значит, какие возможности? Возможности в наших детях. То есть, если мы дадим им базу образования, воспитания и создадим те возможности, чтобы они остались здесь у нас в муниципалитете, это будет очень хорошо. Угроза — это отсутствие рабочих мест, отток человеческого капитала. То есть, может сложиться по-разному. Создадим условия, оставим здесь наших хороших, выращенных людей, детей. Будет очень хорошо. Не создадим будет отток этого капитала. Будем мы опять с пенсионерами, как бы, жить. Ну и также угроза, что отсутствует возможность получения определенного образования всем желающим. Так же, как мы уже видели, до того вопроса. Следующее направление — экономика политики. Потом еще хотелось бы, чтобы создавались больше круглогодичных рабочих мест. Субсидирование, приобретение жилья для руссконаправленных специалистов. То есть, какие-то решения. Так, дальше следующая — экономика. Ну, также транспортная доступность, плюсы, природные условия. Возможно сложение инвестиций, увеличение доли сельхозпроизводителей. Ну и вследствие этого дополнительные рабочие места. И также развитие альтернативной энергетики. Отрицательный — это доставка различных грузов, получается, дорогая. Нет субсидирования. Отсутствие социальных объектов в достаточном количестве. Нет также перерабатывающих предприятий в сельском хозяйстве. Так, дальше. Ну, пути решения — это больше строить не многоэтажных домов, а каких-то больше, например, здравниц, санаторий, всего прочего для развития курорта. Уже все. Так, конкурсистосовность. Увеличение, ну, плюсы — это увеличение количества товаропроизводителей. Агроуслуги. Хорошая база по садорно-корротному обслуживанию. Отрицательный — это качество обслуживания, сервис. То есть, также слабо у нас очистные сооружения. Ну, пути решения — это постройка дополнительных очистных сооружений. Так, дальше. Инновации. Применение минусов — это то, что у нас отсутствует применение социальных методов во всех сферах. А также отсутствует морская логистика. То есть, хотелось бы, чтобы в море можно было переехать, ну, в различные города, например, Сочи, Ялту, по морю. Они обязательно там в летний период, там, в основном. Все, спасибо. Спасибо. Слабой стороной является маленькое количество молодежи и студентов в муниципальном образовании. Но большим плюсом является опыт всей страны, которая поступает в сезонную миграцию, в наше муниципальное образование. То есть, люди приезжают, делятся своим опытом, и мы это можем перенимать. Отсутствие рабочих мест, в том числе в сельских округах, — это слабая сторона. Сотклонение человеческого капитала, опять же, на территории сельских округов за счет того, что там отсутствуют рабочие места. Это нелегальная трудовая миграция и круглогодичная трудовая занятость. Это слабые стороны. Далее, экономика. Сильные стороны — это привлекательность региона для бизнеса, погодные климатические условия, миграция, детский и семейный курорт федерального значения, и большой санаторно-курортный комплекс, и глобальное строительство. Это то, что плюсы экономики. Слабые стороны — это административные барьеры, коррупционная составляющая, сезонность, слабые инфраструктурные сети, то есть электроснабжение, газификация и прочее. Многоэтажная застройка прибрежной зоны — это отрицательная сторона. Общественные транспорты, в том числе и инфраструктурные развязки, отсутствие парковок, отсутствие школ, детских садов, сохранность пляжных территорий. Также, в слабые стороны, это иногородние предприниматели, которые работают на территории муниципального образования, платят налоги на других территориях. Отсутствие мусороперерабатывающего завода, мясокомбината, молокозавода. Отсутствие аграрного туризма. У нас это в слабой стороны, не потому что это плохо, это хорошо, но его нужно развивать. Неравновенное развитие районов муниципального образования, опять же, касаемо сельских округов. Клубы, выставочные залы, спортивные объекты, культурные центры. Все это в отсутствии, к сожалению. Опять же, любоперечное занятие санаторно-курортного комплекса. То есть, то, что у него есть, это сильная сторона, но то, что он занят только полгода, это слабая сторона экономики в нашей ситуации. Так, отсутствие постановления правительства о детском курорте, то есть, выделение федеральных средств в нашем муниципальном образовании. Далее, рабочие места в сельских округах, система реализации размещения отдыхающих, реализации размещения отдыхающих, то есть, опять же, это минус экономики. И федеральный закон 44-го в Закуках, это тоже, мы считаем, тормозит развитие. Так, следующая у нас конкурентоспособность продуктов. Стоянный миграционный поток населения. Количество приезжающих жителей к нам из года в год растет, это является, повышая, так сказать, конкуренцию вместо нашими работниками, соответственно, повышает их внутреннюю конкуренцию и влияет с тылом на культуре. Также, для человеческого капитала город Курок является привлекательным в части проживания, так как это климатический и географический фактор. Также надо отметить транспортную доступность для пребывающего населения. Наличие аэропорта, железной дороги, порта Москова, ну и автомобильный транспортная доступность. Слабые стороны, низкая квалификация, ну, недостаточная квалификация, потому что очень разнодобный состав, кто-то стремится работать, кто-то просто приезжает для того, чтобы, так сказать, проживать, прожигать. Сезонность нашей основной сферы деятельности. Но это тоже является большим недостатком. Недостаток рабочих мест. Ну, в первую очередь, в сфере сельскохозяйственного производства, так как считаем, что наш регион очень... чтобы быть ни донацией, и опыта стал полностью не раскрыт. Ну и слабой стороной человеческой квитатой является квитатой возрастного населения. В основном, пенсионные и претензионные возрасты. Возможность привлечения молодых специалистов. В этой части тоже нужно работать, если взаимодействие с учебными средствами приведет к тому, что жить на курорте, это все стремятся к этому. Люди едут отдыхать на неделю, две-три. А по всей видимости, врачи, учителя, если привлекать с других регионов, зарплаты, в принципе, равные, доставляют рабочие места, искать возможности для приобретения жилья, то я думаю, что эту проблему можно будет закрыть. Мы, угроза, даже самая, это высокий возрастной возраст, подобных наших ресурсов. Но это, в принципе, очень российская. Сильные климатические условия для сельхозпроизводства. И, в целом, наш регион финансово привлекательный регион. Это не стоит отрицать. Краснодарский проект входит в десятку лучших, так сказать, развитых регионов в России. Ну, практически по всем направлениям. В первую очередь, конечно, сельскохозяйственные. С одной стороны, отсутствие транспортной инфраструктуры дорог, парковочных мест в городе, отсутствие мощностей коммунального хозяйства. Ну и некоторые наши представители отметили сложный перевод изменения назначения земли. Есть определенные сложности сельскохозяйственных. Возможности. Сной его сбор настолько все усталело и примитивно. Прямо, если посмотришь европейский опыт установки, допустим, автоматов, автоматизированного сбора стеклопосуды, может быть даже просто рядом на контейнерах площадок обычные установить как сеточки. Даже кто на самом тюмблюке, все это развито. Больше, чем у нас. Ну, как бы стыдно немного забрал. Ну и необходимо поднимать уровень сферы услуг. Ну, в целом, конечно, продвижение есть, но в этом направлении необходимо работать. Звернуть, так сказать, наши гостиницы, ну, чтобы мы знали, насколько они соответствуют уровню и развивать такие вот классы там для них. Все включено. Чтобы люди, чтобы было в чем стремиться. Больше. Больше. Всем приветствую, добрый вечер. Хочу реально видеть таких живых, активных, позитивных людей, и жителей, на улице, встречая их на улице. Мы... Основной посыл, наверное, нашей инициативной группы в том, что мы надеемся, чтобы все, что будет сказано, или сказано было выше, и в тушеных, нам на что обратили внимание, чтобы это не было неким грамотводом, да? Чтобы все-таки наша власть, наши, кто были задействован в этой работе, они услышали наши идеи, и что-то было бы принято уже к решению действиям, чтобы это не было просто документом. Надеемся на это. Будем контролировать, надеюсь. Сильная сторона, человеческие факты. Это прибывает большое количество граждан на ПМЖ. Было уже сказано. Потом, к большой радости, это хорошая рождаемость в нашем городе, городе Анапур, что радует, я думаю, всех нас. Сладая сторона, это недостаточно образованных, квалифицированных специалистов. Проблема тому, проблема заключена в том, что, к сожалению, у нас экономика некрогологичная, и квалифицированные партии находят свою работу и применение за годом. Кромно на Анапу, потом же зимой работы нет. Слабая мотивация труда, это у нас, к сожалению, средняя заработная плата, она намного ближе, чем в Костоннадаре, Новороссийске и в других муниципальных районах и городов даже Костоннадарского края, к сожалению. Следующее. Пребывают на Анапу на ПМЖ люди пенсионного возраста, мы их всех любим, уважаем, но это не способствует, конечно, к добавочной стоимости прибавления и успеху в конкурике. Дальше. Отсутствуют учебные заведения, обучающие персональных специалистов и так далее. К сожалению, я предстоятель тоже учебные заведения, но базы не хватает по некоторым специальностям, чтобы были именно такие профессиональные базы, на которой можно было не просто учиться, но еще и обслуживать и готовить продукцию реализовывать. Возможность – это подготовка молодых специалистов, которые могут помочь развитию нашего города. Молодежи очень много приезжают учиться, честно говоря, но мотивация, не очень. Потом, что там у нас еще? Угрозы, да? Это преобладание пенсионного возраста, нового, проще сказано было. И нету преемственности поколения, вот это было выражено нашим старшим поколениям, которые у нас участвовали в дискуссии. Просто нету так называемой раньше была культуры производства, культурно-рабочего места. То есть нету этого. Безалаберные люди, к сожалению, да, наставничество, вот мне подсказывают, я очень, да. Но нету культуры работы, то есть они вот как-то безалаберно подходят и к работе, и к жизни, к сожалению, вот молодежь вот такая. Так, сейчас не точку. Рудовые династии были, приветствую. Да, да, нету этого, к сожалению, сейчас. Пока утеряли. Экономика. Правильно? Славные стороны. Это, мол, завод, очень перерабатывающая продукция. Вот интересно, такой вопрос, журналист задал, что вы ожидаете от этого мероприятия. Я сказал, что, например, чтобы, вот все, что мы озвучили здесь, чтобы через несколько, некоторое время мы пошли и галочкой отметили, вот это сделали, вот это сделали, вот это молодец, вот это, ай, как мы нашим, молодец, все это увидели и услышали. Нам нужно перерабатывающий промышленник, действительно, но не в таком сильном, в большом смысле, это слова, это малкозаводы, мясокомбинат, агропереработка и так далее, и так далее. У нас неплохие агрокомплексы стоят, это Астагайский, там, и так далее, Юровки тоже там плохие посильные площади, а на переработке, к сожалению, нет. Эй, может, мы не знаем об этом. Потом, сезонность. Мы мечтаем вернуться к Советскому Союзу, когда круглый год оздоравливались наши граждане. Мы уже сотрясенной Россией сейчас, да, пускай будет это так называться, но потенциал есть и возможность, я думаю, надо изыскивать и это дополнительные рабочие места и дополнительные, мне кажется, пополнения бюджета, что вот с этого у нас многоуважаемые, больше, может, если так сказать. Дальше. Отсутствие коммуникации большая проблема для всех. Вот, одним словом, это проблема. Так. Еще, вот здесь сказано так было, очень интересно тоже, из чиновника сказать. Коммуникация отсутствует потому, что мы не участвуем в каких-то видах федеральных программ. Если мы не участвуем, значит, надо участвовать. Вот, только как платят, я не знаю, потому что наша экономия может потянуть вот эти масштабные проекты, но если надо участвовать, я просто не знаю, что это за проект, значит, надо участвовать, нам нужна, особенно насчет воды и сети, электричества, это проблема для нашего города. Вот так. Сильные стороны, конечно, это море, солнце и так далее. Потом, у нас очень сильный строительный пункт, который тянет за собой и мебель, и все, все, что с этим связано, сантехника и так далее, и так далее, рабочие места, квалифицированные и так далее, и так далее, все это пребывает, мне кажется, это очень хорошее отспорье. Не знаю, радуется ли бюджет нашего города, в этом, ну, в смысле, поступает ли какие-то туда эти, отчисления, может быть, это оптимулы, больше бизнес, но теперь у меня, деньги крутятся. Дальше, рост и хозпроизводства, очень много, сейчас людей стали закладывать виноградники, обрабатывать сопо, купил, вот у нас здесь, недалеко, этот учащик, участвовать, закладывать, и так далее, это радует. Потом, дальше, это, сильный сон, мы считаем, это, это все-таки, у нас есть конкурентная среда, очень много конкурентов в сфере гостиничного сервиса, в сфере ресторанного бизнеса, и так далее, и так далее, и так далее, что конечному покупателю, это, конечно, большой плюс, мы можем выбирать, и что не нравится, в принципе, это, дефицита уже сейчас такого, такого нету. И, мы думаем, что все-таки, и видим-то, а надо все-таки, это, какие-то реабилитационные центры, причем для всех, не только для больных людей, но и просто, которые люди просто хотят отдохнуть душой, и телом, где-то они приезжают, зимой, много видим отдыхающих, которые ходят по морю, и получают очень много позитива от нашей природы, возможностей. Хотелось бы видеть, все-таки, мусороперерабатывающие, или как вы называете, как хотите. И сторонним слушателю может показаться, что город Коварданапа надо переименовать в город-проблема. Но это не так. Я, с вашего позволения, да, вот резюмирую, резюмирую, все сказано, то, что вы говорили. Первое, вот какой вывод я сделал, но он такой наданалитический, если хотите, не углубляюсь. Мне очень понравилось то, что разные страты, да, то есть и власть, и активные жители, и общественность, и бизнес. Вы заметили, говорили об одних и тех же проблемах. Проблемных. Правильно. Это очень классно, да. Почему? Потому что, вспоминая дедушку Крылова, если бы мы говорили о разных вещах в стратах, ну, нам бы очень, крайне вот сложно было бы написать ту стратегию, которая устраивала бы всех. А так фактически мы ориентируем себя на изготовление той стратегии, которая решает проблемы, высказанные всеми стратами, да, высказанные всеми группами. Следующее. Мне очень понравился эмоциональный настрой. Вы знаете, мы проводили стратегические сессии в других муниципальных образованиях, там, ну, вот витало по залу, да, да зачем нам это нужно, да какого черта мы время тратим, да все равно вы напишите какую-то лерунду, которая ляжет там на полку где-то в администрации города, и толку с этого не будет. Мне очень отрадно, что мне вышла честь работать именно с Анапой по той простой причине, что я работаю с множеством людей, неравнодушных к судьбе своего города. Теперь к сути. Я пытался, ну, вот, конспектировать отдельные тезисы выступающих и бросил это по той простой причине, что они были примерно одинаковы. Выделил следующее. Первое называется тезис «Счастье мое, горе мое». Вам Господь дал солнце, Господь дал море, казалось бы, живи да радуйся, а нет, проблема. Приезжают сюда сволочи, да? Приезжают сволочи и мешают нам жить, казалось бы. Или помогают жить. Заметьте, все выступающие миграцию заносили в слабую сторону и в сильную. Соответственно, наша задача сводится к тому, что, ну, все-таки миграционный поток это есть благо. Если мы минимизируем какие-то слабые стороны, найдем возможность предоставить, ну, хорошую жизнь пенсионера. Может быть, сделаем какие-то программы соответствующие для этого. Может быть, перепозиционируем отдельные районы города и какой-то эффект от этого получим. Вторая проблема. Вот коллега мне очень помог. Вторая проблема, я бы так ее назвал. Отсутствие стратегического видения города. Вы город для жителей или вы город для отдыхающих? Ответ на этот вопрос, да, формирует, ну, отдельный стратегический вектор развития. Можно, скажите, совместить это? Наверное, можно. И, наверное, это весьма сложная, но решаемая задача, и мы будем стараться эту задачу решить. Если это город для жителей, да, то надо развивать какие-то отрасли, ну, традиционные для жителей любого города. Если это город для туристов, но все-таки хочешь, не хочешь, туристический сектор придется развивать, а нам деваться некуда, да, у нас совершенно уникальные природные рекреационные усилы, условия. Следующее, то, что, но беда, беда, инновации. Некоторые группы даже не знали, что писать. Нету инноваций, нет высокой производительности труда, нет высокой производительности труда, нет доходов, нет доходов, нет уровня жизни, нет уровня жизни, нет качества жизни. Поэтому, если мы не займемся поднятием инновационного сектора, ну, мы дальше будем вот хвастаться тем, что мы по средней заработной плате, к сожалению, не впереди планеты. Все отстаем даже в Краснодарском крае. Хотя, по идее, опираясь на наши ресурсы, должны были бы, согласитесь, лидировать. Следующая проблема, я бы ее назвал проблема коммуникации. Ко мне много кто подходил и говорят, у нас отсутствует, правда, только, по-моему, или в одной, или в двух группах эта проблема надо поднять вход, посмотреть, эта проблема педалировалась. Власть не слышит общественной организации, власть не слышит бизнес, бизнес не слышит общественной организации и самое страшное, бизнес не слышит потребителей. Я считаю, что должны быть созданы определенные коммуникационные каналы, где власть бы прислушалась к бизнесу, к общественным организациям, очень много дельных советов дали люди, которые отменяют по левую сторону. И в плане наращивания человеческого капитала, и в плане, причем, они, вот эти мероприятия, они очень сопряженные. Повышаем человеческий капитал, тут же растет уровень среды городской, тут же растет конкурентоспособность продукта туристической сферы. То есть, мы говорим уже о синергетическом или мультипликативном эффекте. Ну, и последняя группа проблем, я их назвал типичные проблемы, причем типичные проблемы, здесь у меня вот две стрелочки, для сезонных городов и для несезонных городов. Вот сколько я не общаюсь с муниципалитетами, ну, поверьте, нет ни одного муниципалитета, который не говорил бы, хотим мусороперерабатывающий завод. эта проблема, да, она типична для всех. Нет ни одного муниципального образования, которое сказало, у нас вот логистических проблем нет. У нас нет пробок, у нас вообще все, все ездят свободно, передвигаются. Нет ни одного муниципального образования, которое, вы сказали, не сказали, а у нас вот очень затрудненное подключение к газу, к электроэнергии, к воде, дорого, инвестиционно непривлекательно, к нам бизнес не приходит. Это типичные проблемы, и как раз с ними будет нам проще всего поработать. Почему? Потому что мы напишем типичные решения, а вот будут ли эти решения реализованы, но это уже зависит от вашей исполнительской власти. И есть нетипичные проблемы. Это проблемы сезонного курортного города, который хочешь не хочешь развивается по синусории. летом много людей приезжает. Это с одной стороны неплохо, но это создает проблемы. Бизнесмены скажут. Приезжают люди, которые зарабатывают, зарабатывают неплохие деньги на сезоне на курортниках, при этом они не утруждают себя оплатой налогов пятого, десятого. Они, к сожалению, их бизнес далек от гармонии, он хаотичен и иногда даже опасен. Потом они уезжают, оставляя на пчана не очень хороший инвестиционный климат. Не очень хороший инвестиционный климат. С другой стороны, вы понимаете, и вот я коллегу поддержу, не существует в мире вот таких волшебных палочек, взмахнув которые, можно было бы решить сезонную проблему. Все равно, если вы хотите решать сезонную проблему в курортной сфере, вам надо будет идти по двум путям. Первое, это увеличивать процент заполняемости ваших отелей, курортных учреждений, и второй, диверсифицировать экономию. Ну и заключительно, да, вот, слово, которое я хотел бы сказать, опять же, на реплику с этой части зала, да, может быть вы отдадите деньги, да, и бросите это все, потому что она пьяна, я понимаю, я вам примерно в шутку ответил. Вы знаете, мы в консалтинговом бизнесе любим трудные проекты. Любим трудные проекты при одном условии, что эти трудные проекты реализуют не мы в одиночку, да, вот тянем всю эту тилеру трудного проекта, а нам помогают люди, нам помогает бизнес, нам помогает администрация. Тогда проект ориентирован на... Закон о стратегическом планировании, он, в общем, довольно молодой закон еще, 15 лет, но для России 15 лет это молодец, к сожалению, пришел. Но вот три года назад к нам обратился один из флагманов курортного бизнеса, который не местный, скажем так, девелопер, развиватель, и попросил подготовить предложение по развитию курорта Анапра для краевой власти, когда только еще наступила новая краевая власть. И таким образом будет подготовлено предложение даже в встрече с губернатором. И этим предложением от 16-го года мы хотим представить одно из предложений звучало таким образом разработать при участии представителей различных групп интересов не населения, а интересов стратегию пространственного и социально-экономического развития курорта, содержащую выраженную градостроительную компоненту для предъявления комплексного видения, формирования общественного консенсуса, определения ресурсов и механизмов достижения поставленных целей и подготовки среднесрочных документов оперативного планирования. О чем разговор? Когда мы говорим о стратегии, то важно понимать, что впереди социально-экономическая стратегия или пространственная стратегия, на наш взгляд как архитектор важно понимать вот тот самый каркас транспортный, логистический, инженерный, экологический, экономический. И когда мы сегодня понимаем и говорим, что округ развивается неравномерно и рабочие в том числе по рабочим местам, ну и по всем показателям, так вот как раз я бы хотел пожелать разработчику стратегии, кстати говоря, эти предложения у нас забрал Леонтьевский центр, наверняка тот, кто разработал стратегию государственного права, наверняка их рекомендации тоже есть у вас и скорее всего так исходные данные вы по ним работаете. И вот они тоже отъестественного достаточно серьезные. Мы можем представить это естественно в ретонном виде если нужно, но я пока хочу пожелать вам успехов и будем надеяться, что у нас во всяком случае в ближайшей перспективе хорошее будущее. В том числе и дело в том, что эти впечатления это всего лишь навсего угрозы и преимущества. Это всего лишь слот анализ. Любая мозговая атака требует для начала делать все жестко. Этого нельзя бояться. Это не значит, что мы сегодня говорим, что все плохо. Нет, не в этом дело. Так что не нужно расправиться. Спасибо. Спасибо.